В Ставропольском государственном аграрном университете прошел онлайн-хакатон в рамках образовательного интенсива по модели университета 2035. Каждый факультет представил свою команду, некоторые даже не по одной. Таким образом, в мероприятии, рассчитанном на двухдневную работу, приняли участие 15 команд. За это время ребята должны научиться работать сплоченно, пользоваться цифровыми инструментами, а по итогу прийти к пониманию, каким именно будет их проект. Будет ли это приложение, будет ли это сайт, будет ли это представлена в итоге технология или рецептура какого-то продукта. И это представление, что они будут делать, чем будут заниматься в течение следующих полутора месяцев. Хакатон – промежуточный этап интенсива, который поможет участникам четко выстроить структуру работы со своим проектом. В начале первого дня поработают с экспертами, а также прослушают мастер-классы от ведущих специалистов нашей страны. Мастер-классы там будут и по работе с доской трейла, и я смотрю там по продвижению своего проекта, и по проработке прототипов. То есть там достаточно тематически хороший мастер-класс. Дмитрий – студент первого курса. Они только начали привыкать к студенческой жизни, но уже с головой окунулись в работу над проектом. Я представляю факультет агрономии земельных ресурсов. Наш проект связан с деятельностью по оздоровлению саженцев и также по курсам, которые связаны с данной деятельностью. То есть мы будем обучать в данном направлении. Наша команда составляет 14 человек вместе с куратором. Моё желание – это научиться составлять проектную деятельность, то есть составлять бизнес-планы и научиться в полной сфере показывать и доказывать свою точку зрения и правильно показывать проект. А так, в большей степени мы собираемся работать в команде, учиться и приобретать лидерские качества. Помогает ребятам разобраться с пока ещё новым для них видом работы студент второго курса, который уже через всё это прошёл вместе со своей командой в прошлом году. Теперь, вспоминая успешный выход в финал со своим проектом, выступает в роли наставника. Проект называется «Мобильное приложение Optimal Nutrition», основная цель которого была расчёт доз минеральных удобрений более в электронной версии, чтобы было бы проще для агронома. Также выявление сорных растений и вредных насекомых для определённых культур. Хороший положительный опыт в том, что рассчитывать дозы, как правильно работать с таблицами, схемами, презентациями. А также узнал определенные формулы в агрохимическом анализе, ну и многое другое. Впереди у ребят ещё несколько месяцев для того, чтобы сделать проекты интересными, рабочими и конкурентоспособными. Они должны получить такой результат своей работы, который они могут представлять за пределами, например, университета, для того, чтобы получить какое-то инвестирование для своего проекта. То есть это будет презентация проекта, это будет презентация прототипа. То есть если у кого-то будет прототип осязаемый, а он должен у всех такой получиться, то значит мы представляем, рассказываем о чём наш проект и представляем прототип. Это на итоговой защите. Оксана Харченко, Руслан Плетнёв, пресс-служба СТГУ.